Так вот, первый вопрос от меня интересует тебе, вот твое мнение о Евгении, о его как личности, какой он тебе? Евгений, он такой, ну чувствуется, что он профессионал, что он мастер своего дела, и что он панькаться не будет, он такой вот, возможно даже это кому-то и нужно, вот чисто дисциплина, организация, конкретика, потому что очень важно вот направить человека, сфокусировать его, вот как вы приходите в спортзал, да, ну если у вас будет тренер по головке гладить и говорит, что да ничего, у тебя все получится, какой будет результат? Конечно же, я думаю, что он будет как бы, ну минимум нулевой, далекий от того, что бы вы хотели бы получить, поэтому Евгений, он знаете, он такой, он спуску не даст, и он доведет свое дело до конца, и вы останетесь максимум с тем результатом, который бы вы, конечно же, как бы хотели, вот, это хорошо, почему? Потому что очень важно держать себя в тонусе, почему важно? Потому что, я сейчас скажу фразу Евгения, он сказал, что если мускулы растут, да, конечно же, мы испытываем какую-то боль, да, потому что они растут, так и человек, развитие для человека, мне кажется, это как, ну, все в нашем мире, да, дерево растет, растут цветы, что-то развивается, новые технологии, то есть это очень важно, так и человек, он не может не развиваться. Да, конечно, у каждого есть свой выбор, да, вы, ну, хотите, да, сидите на диване и ждите, пока вам там волшебник прилетит и вам сделает, не знаю, подарочек какой-то, либо же вы сами берете ответственность за свою жизнь и начинаете что-то делать. Пускай это будут маленькие шаги, пускай это будет просто первая мысль, хочу что-то поменять в своей жизни, потому что вот мы все сразу боимся, да, что нам придется сразу что-то сделать очень много, очень глобальное. Не переживайте, потому что уже когда запущена даже первая мысль, поверьте, это 100% пошло изменение. Поэтому, как Евгений, учитель, тренер, я его называю своим тренером, потому что я чувствую, что все-таки результат есть, и как бы я не остановлюсь в своем развитии, как бы я хочу просто научиться управлять своей жизнью. А если вы научитесь управлять, то поверьте, да, какие результаты вас ожидают. А какой вот результат у тебя, что изменилось? Что изменилось? Значит, что изменилось? Я стала более уверенней, я стала больше доверять себе, своим ощущениям, своим чувствам. Мне теперь несложно сказать нет, потому что это сейчас проблема людей, которые не хотят обидеть кого-то, не хотят что-то как-то поссориться с кем-то. Да, однозначно мы люди, мы должны как-то тактично к этому подходить, как-то, ну, потому что мы в социуме. Но вот именно школа, да, школа осознания себя, она научила меня, первое, это брать ответственность на себя. Брать ответственность, идти вперед, ничего не бояться, чувствовать себя, доверять себе. Но это не значит, что мы становимся эгоистами, нет. Нет, однозначно нет. Мы прислушиваемся к мнениям других людей, мы советуемся, мы постепенно выкладываем фундамент своей жизни. Вот я бы так сказала. Что изменилось в материальном измерении? Да, в материальном я бы сказала, что изменилось. Потому что, вы знаете, я и всем говорю, что все проблемы в голове. Вот именно школа дала понятие, как работать с мышлением со своим. Потому что мы не верим в то, что мы можем. Мы не верим, мы просто себе не разрешаем этому быть. Не разрешаем. Так вот, Евгений, он, понимаете, он учит этому. Он просто учит, он берет за руку и ведет. Просто. Да, вы скажете, да ладно, это чепуха. Ну, так у вас есть выбор, проверьте. А вот что, какие новые вещи в жизни пришли, если больше денег, машина, мужчина или что? Вот это я имею в виду, это материальное. Ага, просто начали поступать деньги. Они, ну, источники появились отовсюду. Ну, например, раньше я не знала, где взять определенную сумму. Просто не знала. И я, как бы, переживала по этому поводу. Потом я начала работать с собой. По методике, да? Да, по методике Евгения Черныша начала работать. Дело в том, что, как мы, мы обычно отмахиваемся. Мы просто нужно выяснить причины, почему у тебя их нет, этих денег. Может, у тебя какие-то убеждения, над которыми надо поработать, что деньги — это плохо, или деньги — это зло, и их никогда нет. Да они есть всегда. Просто они есть. И после этого, как только я начала работать по методике, я просто поверила, что они есть, и деньги просто начали сами приходить к мою жизнь. Ну, вот, например, да, в моем, да, конкретном случае, что у меня просто родственники, как бы, начали, как бы, ни с того, ни с чего, как бы, просто, ну, не знаю, подарок денежный, подарок, да, давай. На работе, конечно, изменилось на работе отношение, и я работаю в школе, я простая школьная учительница, психолог, и мы просто начали предлагать какие-то проекты финансово оплачиваемые. То есть, ну, даже вот, если учитель, то есть добавили часов, например, да, вот там, если там, например, предмет психологии один час, то они могут добавить ещё один час. То есть это, понимаете, это не то, что там это свалится вам на голову, и это будет большая сумма. Нет, однозначно. Это будет чуть-чуточку, но всё равно. Даже вот взять, ну, в маленьком масштабе, да, вот вы себе пользуетесь мобильным телефоном, скажем так, да? Ну, вот вы там за несколько лет там пользовались, пользовались, и тут пришли бонусы просто там, ну, не знаю, в какой-то сумме. Вы просто радуетесь, вы просто радуетесь, что это пришло. Потом там какой-то, не знаю, сосед отдал долг, того ничего, о котором вы уже забыли. Не знаю, просто я начала работать по методике, и просто разрешила деньгам быть в моей жизни. И всё, и начали приходить. Ребят, просто нужно чётко определиться, чего вы хотите. Вы хотите так и дальше? Топтаться на одном месте? Или же вы скажете себе, стоп, достаточно, я тоже человек, имею все права, шансы быть счастливым, иметь то, что хочется, быть там, где хочется, не знаю, отдыхать там, где хочется. Ну, просто-просто подумайте, решите для себя, чего вы хотите. Вы хотите дальше перемывать косточки соседям в соседнем баре? Либо вы хотите общаться с такими же людьми, как вы, которым нравятся такие же темы, как вы? Ну, просто здесь выбор, у каждого есть. Просто определитесь, и всё. И тут главное ещё, главное, выбрать того человека, который поведёт, просто поведёт. Потому что сам ты как слепой котёнок. Ты можешь заблудиться. Да, ты вылезешь, выкарабкаешься, но это может быть продлиться очень много лет. Главное определиться с учителем, тренером. Пускай он будет не один, пускай он их, ну, два-три. У кого-то ты что-то возьмёшь. Ну, вот я взяла у Евгения Черныша. Мне очень нравится, потому что, ну, он мне по головке не гладит. Поэтому я думаю, что результат какой-то, ну, будет. Я думаю, что я его ещё порадую.